Да, конечно, такие масштабы шокируют. Досмотрите это видео до конца и вы узнаете, как в одном Сагде ищут 27 чиновников по обвинению в коррупции. Что можно ожидать от остальных регионов? Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всех самых последних событий. Сотрудники антикоррупционного ведомства по Сагдийской области ведут розыск чиновников, которых обвиняют в причастности ко взяточничеству. Об этом заявил глава агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией по Сагдийской области Шараф Авваззода. Он привел статистику по коррупционным делам за последние годы. С момента создания агентства в 2007 году 28 человек было объявлено в розыск Сагдийским отделением антикоррупционного ведомства. В прошлом году сотрудники ОМВД Сагда задержали одного человека. В отношении него было возбуждено уголовное дело, сказал Авваззода. По его словам, все разыскиваемые были должностными лицами. А как вы относитесь к таким масштабам? Ведь это только официальные лица. Сколько еще мы всего не знаем? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Так в розыске числятся экс-председатель Бабаджанга-Фуровского района Абдусамат Мананзода и бывший судья районного суда Акбар Халикзода. Абдусамат Мананзода возглавлял район Таджикистана с 2013 по 2015 год. После его увольнения в начале 2016 агентство по финконтролю возбудило против чиновника дело по статье 319 за взятку в крупном размере. В ходе следствия выяснилось, что Мананзода получил в общей сложности 140 тысяч долларов в качестве взятки во время своего пребывания на посту председателя района. Деньги чиновник забрал за выделение земли подсобным хозяйством. Бывший председатель района находится в розыске уже почти 7 лет. Скажите, пожалуйста, как за 7 лет можно не найти человека? Экс-судья Бабаджанга-Фуровского районного суда Акбар Халикзода также находится в розыске. В 2020 власти доказали его причастность к коррупции и возбудили уголовное дело по статье 319 взяточничество. После завершения следствия дело было передано в суд, однако на судебное заседание Халикзода не явился и скрылся в неизвестном направлении. Его местонахождение до сих пор не определено. Также отмечается, что власти ведут работу по еще 27 чиновникам, обвиняемым в коррупционных действиях. Ранее сообщалось, что в 2021 году в Сакдийской области было раскрыто более 500 преступлений коррупционной направленности. В результате стране нанесено убытков на сумму 16,3 миллионов самани. Из них возмещено 10,4 миллиона самани. А как вы относитесь к таким масштабам коррупции? Как вы думаете, откуда это начинается и когда это закончится и как? Свои ответы и мысли по поводу всего этого напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи. Продолжение следует...